Нам очень хотелось, чтобы ты сама осознала, в чем твоя проблема Давай Зайцева фишку Какую ценность и пользу я могу от этого человека получить? Тебя, как Татьяну Зайцеву, не покупают дорого Я подумала, что одного проекта будет мало, это будет три проекта Цените свой труд, цените то, что вы делаете Мы заходили здесь в квартиры и просто открывали рты Мы слили весь бюджет, к нам никто не пришел Наша команда, которая у нас сделала ремонт, все запорола И вот я зашел на ваш сайт и я понял, что все, вы мой дизайнер Когда идет момент бартера, то, как правило, это не считается по сумме денег Ну это же просто, вот, на поверхности бери только и делай Какой там у тебя лид-магнит? Ну вы спросили, конечно Всем привет, друзья Сегодня у нас, пожалуй, одна из самых непростых наших героинь Это Таня Зайцева Вы помните, мы встречались с ней в прошлой программе И уже ввели ее в проект с Людмилой Где надеемся увидеть все Танино мастерство Ну а сегодня мы встретимся с ней для того, чтобы поговорить над тем Что, собственно, произошло за то время, пока мы не виделись О чем Таня думала Над чем Таня решила работать Потому что, как вы помните, главной ее задачей, в общем-то, стал момент, как создать себе имя Как поработать над своим брендом Как выделиться И, к сожалению, это не те вещи, которые делаются очень быстро Здесь очень важно стратегически для себя определить путь И у нас, у многих с этих большие проблемы Потому что тогда, когда нам кажется, что у нас все происходит У нас есть вроде бы какие-то деньги У нас есть заказы Но мы не видим своего глобального роста Мы, в общем-то, и сталкиваемся с такой большой проблемой Которую не знаем, каким образом преодолеть Тане необходимо расти, развиваться И сегодня мы узнаем, какие пути для себя наметила или не наметила Таня Возможно, у нее есть какое-то другое видение Так что давайте внимательно посмотрим Немножко покопаемся И зададим себе вопрос А мой путь, моя стратегия, мне ясны Смогу ли я стать тем человеком, которым я хочу А не просто зарабатывать деньги И при этом не видеть никакого роста В общем, давайте смотреть Привет Привет Как тебе место? Отличное место Сережа решил, что не надо ездить на работу Нужно выходить из дома И прямо тут сниматься Прямо тут снимать и уходить обратно, да? Да И решил идти в отпуск Нет Ну что, как дела твои? Ничего Ничего? Сколько времени прошло с нашей последней встречи? Недели три, может, месяц прошел Точно, я не знаю Ну смотри, у нас с тобой была такая встреча Ну скажем, даже две встречи, да Которые были направлены на то, что Ну нам очень хотело, чтобы ты сама осознала В чем твоя проблема И сама для себя как бы стратегически наметила ход Потому что, знаешь, есть такие вещи, когда нужно, там, наладить продажи, еще что-то Ну решить конкретную Когда понятно, какие кнопки нажимать вот бывают, да? В твоем случае это немножко другое, другая проблема Ты для себя что-то поняла за это время вообще? Что произошло? Скажи, пожалуйста Что произошло? Я попыталась сделать какой-то такой проект Который бы мне казалось, что вот он характеризует меня Что показать свой какой-то почерк, да? Я пересмотрела огромное количество других проектов Дизайнеров, которые работают по 100 долларов в квадратный метр Дизайнеров, которые работают по 20 долларов в квадратный метр Сейчас как-то, знаете, смотришь на проект и понимаешь Ага, сезон 2017, 2018 год Меня это всегда очень расстраивало То ощущение, что проект, которым ты вот перегорел в этом году Через 2-3 года ты уже смотришь на него и думаешь Блин, ну вот сейчас я бы сделала лучше И моя задача, мое видение было такое Что нужно делать такие проекты Которые и через 5, и через 10 лет будут актуальны Это оказалось невероятно сложно Я начала рисовать проект Я понимаю, что я отчасти применяю приемы Ну, которые применяют все Да? Сложно что-то придумать Плюс, когда нет клиента А тебе нужно делать что-то самому От этого еще сложнее Тут четкие задачи ты сделал Всех удовлетворил И поехали дальше Вот И просыпаешься там каждое утро Даже вот сейчас я уехала И я так, мне вот там на кухне Надо вот еще такую конструкцию делать В общем, вот у меня такой поиск себя Это оказалось очень сложно Я думала, что я за месяц оселю проект И я смогу что-то показать Ну, даже не важно показать Важно доказать самой себе Чего я хочу и как я могу Пока у меня это не вышло Я понимаю, что это должна быть достаточно большая Для меня работа Почитав комментарии Было несколько ребят Которые сказали Фишку Давай из-за этого фишку Ну, блин, хорошо сказать фишку Да, да Когда вокруг тебя куча дизайнеров Которые делают то же самое Но дело в том Что несколько лет назад Мы пытались внедрить фишку Эта фишка у нас называлась Капсульный интерьер Что это такое? Вот как у женщин Да, есть базовый гардероб И есть аксессуары Которыми можно его разбавлять И менять там по настроению Таковой была и наша фишка И я к ней возвращаюсь Потому что мне кажется Что это действительно классно Ремонт делается на достаточно Продолжительный период времени На пять За десять лет у кого-то И на всю жизнь И я хочу, чтобы хозяева Чтобы мы создали Некий интерьер Тот базовый Красивый Комфортный С которым людям хорошо Он им нравится Но Чтобы люди видели Как они могут его изменить Не прибегая К каким-то глобальным переделкам То есть речь не идет о том Что мы что-то там бюджетно поменяем Мы отчасти Может быть и не бюджетно поменяем Да, там перекрасив какую-то стену Передекорировав ее как-то Использовав хороший, качественный Какой-то интересный декор То есть вот задумка такова И мы начали уже над этим работать И я подумала, что одного проекта будет мало Это будет три проекта Это будут проекты Два уже практически готовые Это те проекты, которые уже были в разработке Мы их просто доделываем Для того, чтобы человек мог посмотреть На этих трех проектах Как же он будет Как это будет выглядеть Нужно как-то постараться так Чтобы работать не только с людьми в Киеве Да, это может быть вся Украина Это может быть какой угодно регион И вот нужно было об этом только подумать И тут у меня появились ребята Партнеры, с которыми я выполняла Ну, сейчас делаю несколько проектов Ребята работают по всему миру И я подумала, блин Ну, это же просто Вот, на поверхности бери только и делай Вот К этому пришла буквально неделя назад Мы делаем новый сайт Который будет говорить о том Если вы хотите работать со мною Стоимость услуги такова Либо я могу эту услугу сделать дешевле Но она будет дистанционно выполняться И, пожалуйста, любой регион Где бы ты ни находился Ты везде сможешь эту услугу заказать Вот, собственно, наверное Это все, что я делала Весь этот период времени Еще мне удалось договориться С двумя печатными журналами О публикациях двух проектов Я забила об этом Потому что у меня был период Когда я была в журналах Ну, наверное, в месяц В трех-пяти журналах Это не давало мне особого какого-то отклика Это так, сам себе любимый Так открыть себя, увидеть Приятно и кайфово Вот Ну, я подумала, что нужно к этому возвращаться Потому что Да, это приятно быть На обложку журнал Смотри, вот самый первый пункт То, что ты Поиск себя Меня больше всего волнует Потому что это та вещь Как раз, которая тебе В первую очередь же нужна И ты говоришь, что это еще не закончилось Но ты хотя бы нащупала Вот эту дорогу куда Ну, ты говорила Капсульный интерьер Я мониторю Ну, капсульный интерьер Я бы сказала, что это дополнительная услуга Как некоторая фишка Которая бы нас выделяла Среди других дизайн-студий Среди других дизайнеров А стиль свой вот какой-то вот Вот по стилю очень сложно Я скажу, почему Потому что я В месяц, когда ты перерабатываешь Огромное количество дизайн-проектов И ты должен построиться Под любого клиента Я всегда понимала Что в любой стилистике От лофта до прованса Я сделаю красиво И не вопрос вообще Я когда-то даже думала В каком бы стиле Я сделала бы свой интерьер Блин, я растерялась Потому что я понимаю К любому стилю Как ни подойди Его можно здорово обыграть Нет, наверное, какой-то стилистики Есть скорее эклектика Потому что Анализируя вот европейский рынок Что делают европейские Там мировые дизайнеры Есть те, кто работает узко В каком-то стиле Но мне нравится Когда вот так вот намешано Когда тут тебе кусок лофтового Бетонного потолка С него свисает какая-то Роскошная, красивая шай-люстра Стоит обеденный стол Там деревянная столешница Толстая, да С неровным, необработанным краем С какими-то интересными там стульями И вот такое вот оно Все-все-все Мне кажется, стиль это одно В любом проекте Ну, если вот дизайнер, скажем так, правильный Да, и хочет стоить денег То должно быть в проекте Угадываться именно у этого дизайна То, что ты смотришь на проект, да Он сделал, неважно в каком стиле Но ты видишь, что это вот делал этот человек Как вот фотографов знаменитых узнают Почему их узнают? Потому что видят стиль Стиль, да Или там художников, еще кого-то Вот этот стиль Ты будешь стоить дорого И люди будут понимать, за что платят Тогда, когда они будут видеть именно тебя В этих проектах Ну, просто, что сделано в стиле Прованс Да, ну, другому поручили там Он тоже сделал в стиле Прованс Третьим он тоже сделает Все сделают в таких стилях Ты знаешь, ты поручишь Но если там в нем будет читаться Вот такой твой почерк Какой-то вот индивидуальный Вот тогда ты Вот это да Вот это сложнее всего Естественно Потому что даже пересматривая Наших украинских известных дизайнов Не называя имен Я понимаю, что Блин, я знаю еще Энтет студии Которые делают то же самое Просто он успел в эту нишу свою нырдоть Этот уровень клиента захватить И, соответственно, он в этой нише продолжает работать И по сторонам Если бы это было просто Это бы сделали все Ты же хочешь стоить не так, как все Не 20, да, 30 долларов, да За квадратный метр Ты будешь стоить там в 5-10 раз дороже А для этого вот именно Ты должна быть Должно быть понятно, почему Вы знаете, друзья Мне крайне приятно Что вы, многие из вас Пишут о том Что смотрите наше шоу С блокнотиками С ручкой И сейчас Когда у нас По одному герою Мне захотелось Давать вам Еще больше полезной информации Потому что Многие вещи Представьте себе Остаются за кадром Потому что Когда камера выключается У героев появляется Еще больше вопросов Мы что-то обсуждаем И есть очень полезные вещи И сегодня я бы хотела Поговорить с вами О правильном партнерстве И сотрудничестве Когда вы хотите С кем-то посотрудничать Предоставить свой товар Или хотите, чтобы О вашем товаре кто-то написал Или другие люди Вам что-то предлагают А вы не очень-то понимаете Зачем вам это нужно И сейчас я хотела бы Эту тему обсудить Поскольку я очень люблю Партнерство Очень люблю сотрудничество И сейчас, когда мы делаем ремонт У нас очень много Партнерских отношений Но дело в том Что многие люди Не умеют правильно Использовать это партнерство Так каким же образом Это делать? Ну, к примеру Вы понимаете Что вы художник Вы рисуете картину И тут вдруг Кто-то говорит Мне нужна картина Вы думаете Ну, я бы как бы Нарисовал эту картину Наверное Но это будет стоить денег Это будут там краски Еще что-то И вот вы не понимаете Да? Ну, как бы вы понимаете Что если вы напишите Я нарисую там Продажи этой картины Не факт, что состоится Но вам, в принципе Было бы интересно В чем самая большая проблема Вот этого интереса? Мне было бы интересно Чтобы у вас была моя картина Но что мне с этого будет? Вот вы знаете Глобальная проблема Которую я замечаю Это то, что мы как бы Сами до конца не понимаем Что мы хотим получить И чем мы владеем Объясню Если вы продаете какой-то товар Изготавливаете какой-то товар И вы можете им на что-то обменяться То нужно изначально себе задать вопрос Вот тот человек Которому я могу это предоставить Какую ценность и пользу Я могу от этого человека получить? Я, общаясь с героями Много раз вижу Что они стесняются сами Даже если кому-то предлагают свой товар Вот они часто мы такое слышим Я давал свой товар кому-то Но я с этого ничего особенного не получил А я задаю встречный вопрос А что ты хотел с этого получить? И человек как бы говорит Ну я не знаю Как бы что я хотел получить Но я этого не получил Ну а ты просил Ты писал, например, список требований того Ну не требований, а пожеланий, да? К примеру, у нас идет сотрудничество Мы меняемся Вот Лешка дает мне камеру А я ему взамен на камеру Даю там, не знаю Говорю, я перед твоей камерой буду сидеть Вот наша задача понять В чем интерес друг друга Леша говорит Смотри, у тебя есть аудитория И я хочу, чтобы она узнала об этой камере И он составляет для себя план того Каким образом он хочет, чтобы это произошло Он говорит Я хочу, чтобы ты написала Три поста в Инстаграме Два поста в Фейсбуке Чтобы ты регулярно говорила об этом на Ютубе Чтобы ты и так далее Подумайте об этом предмете сотрудничестве Что бы вы хотели получить Или Леша думает У Оли есть классные тренинги, например Которые я бы хотел пройти Но у меня нету сейчас достаточно для этого средств Да, например Или я не могу выделить себе бюджет на это Подумайте всегда над тем Что вы хотите получить И что хотите дать И перед любым сотрудничеством Или возможным сотрудничеством Задайтесь вопросом И составьте себе этот список Не ленитесь этого делать И не стесняйтесь Если вы уже что-то предоставляете Свой товар, который стоит для вас денег Повторюсь, есть два момента Первый это то, когда вы просто не знаете Что за это взять Другое это, когда вы даете В надежде на то Что человек сделает вам Правильную рекламу А что такое правильная реклама? Многие люди получают товар И считают, что ну как бы нормально Я его получил Я где-то о нем там упомянул И все Цените свой труд Цените то, что вы делаете И всегда эти вещи проговаривайте Потому что, к примеру Многие вещи для кого-то Они не стоят каких-то денег То есть мне не сложно К примеру Не стоит денег написать там о вас пост Или и так далее Искренне что-то сделать Но вы стесняетесь это попросить И за счет этого получаются Не очень хорошие вот эти партнерские отношения Всегда старайтесь выжать все по максимуму Старайтесь создать такой список Знаете, который даже разделив на два Будет для вас выгодный Имейте предмет для торга То есть всегда просите много И тогда вам будет оставаться какая-то часть Потому что безусловно На все не согласятся Хотя не факт И тогда вот это вот сотрудничество Оно будет для вас максимально плодотворным И приятным Потому что естественно Что когда мы что-то кому-то отдаем Мы же не благотворительная организация Мы это делаем с определенной надеждой Поэтому изучайте это все досконально И никогда не ведите себя на предмет того Что я могу вам дать А что вы мне за это предложите Вы сами должны всегда знать Что вы хотите получить Если вы этого не знаете Это как в бизнесе, в жизни, в работе Ну я не знаю Тогда не пеняйте на то Что вам не делают интересных предложений Потому что когда вы что-то предлагаете Вы должны в ответ так же сказать Что я за это хочу Это нормально Это будто бы назвать ценник свой Но только не в деньгах А в чем-то другом Что для вас является более интересным И помните о том Что когда идет момент бартера То как правило Это не считается по сумме денег Как правило Это считается потому Что интереса Вы всегда должны получить Гораздо больше Чем если бы вы это продавали за деньги То есть всегда эта ценность Вот нельзя считать Вот у меня реклама стоит 3 тысячи А у тебя товар 3 тысячи И нормально Нет Если мы меняемся по бартеру То соответственно Там реклама должна быть Не на 3 тысячи для тебя А на 10 тысяч То есть эти вещи в бартере Имеют совершенно другие отношения Скажи мне пожалуйста Ты что-то изменила в модели сейчас Работы Вот прямо сейчас С ценами С заказами Что-то произошло Ты что-то решилась изменить или нет В самом начале Когда я только вернулась Мы почистили полностью сайт Оставили работы Самое лучшее Это после первого или после второго раза? После первого Да Мы поставили работы Самое лучшее И подняли цены Но мы слили весь бюджет К нам никто не пришел Вы по-прежнему льете бюджет На контекстную рекламу? Ну конечно льем Ну конечно льем Потому что это основное Откуда приходит клиент Это же не работает А ты как? Ты просто на сайт Даешь рекламу и все? Ну как? У меня не только сайт У меня и социальные сети И фейсбук я веду Инстаграм У нас реклама в фейсбуке В инстаграме Я веду ютуб канал Я пишу очень много Я когда задумывала ютуб канал Я подумала Так я снимаю видео Я пишу под него статью Отдаю эту статью в 10 журналов Они меня там везде публикуют Все супер Я звезда Но я же не подумала Что статьи надо 10 раз уникально переписать Блин Я две недели Переписывала для тех изданий С которыми я договорилась Эти статьи Нужно то же самое сказать Только другими словами Да так Чтобы еще там С 90% уникальностью Вот В итоге я выбрала для тебя Те издания Которые мне наиболее актуальны Которые наиболее интересны Там большее количество посещаемости Вот И пишу фактически Только для них Мне кажется На сайт дизайнера Бесполезно лить трафик Здесь Сайт нужен для тех людей Которые уже хотят тебя купить И они должны прийти Туда посмотреть Просто чтобы они посмотрели Твои работы Нашли там Твои контакты Понимаете что Как получается Что Сейчас работы не выглядят так Чтобы за них заплатили Ту сумму денег Которую я бы хотела А те люди Та команда Которая у меня есть Не должны работать Да Та девочка Которая у меня ведет проект Те ребята Которые уже много лет со мной Тех кого я не хочу терять И которые на меня рассчитывают Мы должны Как-то держаться на плаву Соответственно Тебе же поставляют клиентов Твои там прорабы И прочие вещи Верно Но дело в том Что Там совсем получается копейки Когда там в месяц Выскочит один-два проекта Которые приходят с сайта По той цене Которую хочется Это куда приятней И с этим клиентом работать И требования у него повыше Что кстати лучше Нам в реализации проектов Поэтому мы все-таки стараемся Чтобы эти клиенты приходили Ну Мне кажется Вот в твоем случае Эта услуга не такая Которую можно продать на сайте Как например телефон Да Когда человек приходит там И покупает Это гораздо более сложная услуга Здесь И Вот Когда мы встречались С Еленой Петреску Видишь Люди Приходят именно на нее Приходят на дизайнера И это не делается По щелчку По рекламе Это делается Это вот Тот самый случай Когда тут работает В основном сарафан Когда люди знают Уже имя Имя работает И люди приходят на имя По щелчку По контекстной рекламе Ты не включишь И тем более Если нет Если нет четкого Какого-то А на сайте Я не увидел Четкого Скажем так Причины четкой Почему надо купить здесь А ее нет Никакой Ну Ты зайди еще на 10 На 20 На 100 сайтов Ну Все похожи И никого нету Причины купить То человек Конечно Никак Ты просто зря Льешь Свой бюджет Я не поняла То есть ты Значит Оставила на сайте Лучшие работы Подняла цены Сделала бюджет Никто не пришел Да Опустила цены Мы тебе не говорили Давать рекламу Да И сливать туда Рекламный бюджет Но это твое дело Твои деньги Просто Тебе же объяснили Сразу Что это не сработает Я понимаю Что дойти до того Уровня Когда Когда у меня будут Те проекты Которые я хочу Должно пройти Какое-то время Определенное А ты пробовала искать Каким-то образом Людей Все-таки Которым ты могла бы Сделать Тот ремонт Который ты хочешь Вот напрямую Этих людей искать Как Как Люди Вот например Я сказала о том Что я делаю ремонт И очень много людей Откликнулось Которые предоставили нам Мебель Там различные Вот есть точно так же Очень много Публичных Достаточно людей В тех или иных сферах Которые К чему-то готовятся Неважно Как ищут себе свадьбы Организаторы праздников Когда знают Что там суперстар Выходит замуж Ну неважно Какого-то уровня Человек Который был бы тебе интересен Ремонты в принципе Тоже делают все Вот И как раз момент того Что ты знаешь Что человек покупает квартиру Или ты интересуешься То есть мне кажется Здесь нужно именно Быть вхожим Искать себе такие варианты Тут нужно Нужно находить Кейсовые варианты Которые станут Для тебя кейсом Например Хандра Она занимается Материалами И она Работает только На рынке Запорожья То есть она хочет Расширять свою географию И она говорит Я решила Приехать к вам Даже не потому Что я очень жду рекламу А потому что я хочу Иметь кейсовый вариант И сказать людям Что вот В Киеве В центре В офисе Ермиловой Я сделала этот пол Вот его даже можно прийти Там и посмотреть И пощупать Вот То есть люди Ищут варианты Каким образом Проявиться Мне кажется Это очень Ну неплохой момент Если я вижу Что-то например Там в социальных сетях Кто-то говорит Там Я вот ищу себе дизайнер Или посоветуйте Моим Каким-то там Клиентам Друзьям То конечно Я делаю это Я участвую Отправляю сайт И пытаюсь Вести диалог До того У нас была проведена Огромная работа Застройщиками Но Честно говоря Не сработало Это были каталоги Это были визитки Это был Огромный проделанный Я не пойму В чем проблема Смотри У тебя был Какой-то поток Налаженный Поток клиентов Да Дошли до генерации Она не через сайт шла А через твоих партнеров Которые поставляли Да Мы же эту часть Не трогали И она должна была идти Как и Она идет Да Сейчас просто немножко Не сезон Сейчас лето Так как за тех То что вот в твоем случае С чем ты пришла То что тебя Как Татьяну Зайцеву Они покупают дорого Вот это по щелчку Невозможно сделать Понимаешь На тебя могут работать Только твои работы Вот когда люди увидят Твои работы Они увидят твой стиль Тогда они придут сами И купят тебя дорого Они сами И в этом направлении Нужно постоянно работать Вот туда Вот туда Мы тебе уже Сегодня третий Третья встреча Когда мы тебе об этом говорим Да Но это не сделать Вот как контекстную рекламу Понимаешь И контекстная реклама Тут бессильна Ничего она тебе не удаст Нет Я наверное не так Ты можешь только в миллион долларов Туда влюст Я наверное думаю не так И планирую немножко не так Я планирую так Что мне очень важно Почувствовать себя Да Что я хочу И когда у меня будет Некий объем работ Там вот сделала классный проект От которого я сама пищу-дрещу Да Тогда я готова Одну публикацию Там вторую Заявите себе где-то Да Но я не бросаю То направление В которое у меня есть У тебя же и до этого не работала Контекстная реклама И ты опять ее включаешь Чтобы не работала Она приносила Один-два клиента в месяц Ну то есть как по мне Так этого мало Конечно Но нам это значимо Потому что то Что мы берем как перехват Мы зарабатываем существенно меньше Тогда нужно поработать С конверсией сайта Как-то подумать о том Чтобы человек не просто Но если ты посетителя Уже на сайт покупаешь То позаботиться о том Чтобы как-то Захватить его контакты Включить его в свой Майдинг Да мы сделали это уже Сделали? А какой там у тебя Лид-магнит? Ну вы спросили конечно У меня там Возможность получения скидки Получите скидку Просчитаем стоимость Вашего дизайн-проекта Оставьте нам контакт Так Оставляют? Да Просчитаем Чтобы просчитать стоимость Да Отзваниваемся Общаемся Ну пока не покупают Не так как хотелось бы А что не устраивает? Не могу сказать Но цены конечно же Всех не устраивают Все еще дешевле В интернете Когда дистанционно Люди не Ну да Когда люди не знают Ну как бы Они ищут просто Какого-то дизайнера То тут играет Вопрос только цена Бывает такое Что люди находили Где-то публикацию Или что-то там Вот я зашел на ваш сайт И я понял Что все Вы мой дизайнер Ну так конечно Немногие говорят Я вот чувствую Что вот вы Видишь Кто-то уже чувствует Ты только себя ищешь А кто-то уже нашел В нашем офисе Новый дизайн И перестановки Моди нынче Мешки Шторы Зонтики Пластмассовые вазы И прочая хрень Это ремонт Друзья И конечно же Он никогда не заканчивается Ну Мы очень надеялись Что к первому августа У нас будет красиво Но сегодня Первое августа И у нас очень красиво О, Сергей Привет Ты уже сам красишь? Практически, да Ну в общем Как я уже говорила Наша команда Которая у нас Делала ремонт Все запорола И целую неделю У нас стояла комната Да? Ну да Вот Но что у нас сегодня? Мы же до этого Сами хотели красить Сергей предлагал Всем переодеться И красить комнату Но потом почему-то План не сработал Почему? Ну или просто Я ленивый Просто ты ленивый Или чем-то завид Так, ну уже на самом деле У нас пошли, да? Сдвиги Ну да Существенные Существенные И очень круто все делают Вот что значит Когда руки у человека Из правильного места Так, у нас сейчас Мы покрываем лаком Стены, да? Мы уже вскрываем их Вот Мы уже сейчас будем Скоро укладывать У нас, кстати, батареи появились Мы будем укладывать Падофонники Мы будем красить пол Пол все-таки будем красить Потому что у нас получилось Чуть-чуть не то Что мы, в общем-то, ожидали Но зато все крепко и хорошо И, в принципе, у нас остались Такие достаточно уже Быстрые отделочные работы Три-четыре дня Если не спад Три-четыре дня В начале следующей недели У нас заедет мебель Уже все то, что у нас готово Кстати, все наши партнеры готовы Они были готовы сегодня Привозить Лена сегодня всех держала Как говорила Может, пусть привезут Может, пусть привезут Вот, так что Все-таки не злорадствуйте Потому что все мои друзья Знаешь, что говорят наши друзья? Оля, ремонт Это еще к Новому году Не гли вам У нас все все равно быстрее Да? Нет, давайте будем готовы У нас, если что, есть виселица Если ремонт затянется Мы повесим всех Да? У нас же для этого Для этого Все, так что, друзья В следующем выпуске Я надеюсь Мы покажем вам уже Какую-то более Серьезную трансформацию И потом, кстати У нас тут будет вечеринка пати Мы вас туда обязательно пригласим Но не всех Я еще сейчас подумал Знаешь, мне какая мысль в голову пришла Может, она немножко бредовая Смотри, после того, как человек Тебе оставляет контакты Я бы прислал Я бы прислал ему письмо Письмо Мой идеальный клиент И в этом письме Я бы написал Очень четко Кто твой идеальный клиент То есть, каким ты его видишь Очень четко описать Что он должен обладать Кими характеристиками Что он должен чувствовать Что он должен хотеть Что он хочет получить С кем он хочет Вот твой идеальный клиент И как должна проходить идеальная ваша работа Как ваша работа Как ваше взаимодействие И вот это письмо Ему отправляются Не бояться, что Не писать это письмо Чтобы оно всем понравилось А именно Вот своего клиента Вот именно идеального Пусть он один из миллиона Но вот как он должен говорить Если человек Вот немножко себя в этом узнает Он сразу поймет Что это Ты тот дизайнер Который ему нужен Потому что он себя узнал В этом идеальном клиенте И тебе это намного лучше поможет Вот написание этого письма Тебе поможет себя открыть где-то Ну и я хотела еще тебе посоветовать Серьезно отнестись к тому проекту Который ты сейчас делаешь Для Людмилы По той причине, что Вот я посмотрела, как ты общаешься Немножечко послушала И вот лично мне В тебе не хватило тебя То есть мне кажется, что Не стоит бояться дизайнеру Во-первых, внести достаточно свежее решение Вот девочки что начинают говорить Там цветочек нам нарисуйте Там нам фотообои приклеите Вот мне было, знаешь Я бы тебе порекомендовала Что я всегда люблю Когда дизайнер предлагает мне нечто Что вообще, знаешь Вот то, что ты говоришь Что будет модно через 5-10 лет Вот как правило Когда я работаю стенкой Мне что нравится, что Я уже это знаю Что те вещи, которые она мне предлагает И я сегодня делаю вот такие глаза Мне надо на них соглашаться Потому что когда проходит 2-3 года Я думаю Блин, как офигенно Короче, это у меня все Да, там дохожу до каких-то вещей И вот я думаю, что для тебя Это очень хорошая возможность Достаточно на широкую аудиторию И для себя самой Показать какой-то смелый, классный проект Показать, как даже и с небольшими бюджетами И с клиентами достаточно, ну скажем так Провинциальными Провинциальными, да Как можно сделать классно, круто Чтобы, знаешь Чтобы люди к ним ходили посмотреть Чтобы им было вот Да, чтобы в Мариуполе как музей ходили Чтобы в Мариуполе как музей Приходили, смотрели И у людей это вызывало эффект вау Потому что этого не хватает Вот как правило Все всегда на рынке Кто бы чем ни занимался Отличаются своей смелостью Те, кто могут себе позволить Делать не так, как у них просят А так, как они считают нужным Крупчинский, я его обожаю Потому что он никогда не спрашивает Как тебя стричь Вот, потому что он сам видит И знает, как это сделать лучше Так, чтобы ты в итоге встал Без половины длины И заулыбался И обнял его, понимаешь То есть это очень крутые вещи И вот я считаю, что любой мастер Он в этом и проявляется Я, например, никогда никого не спрашиваю Как тебя лучше снять Что у тебя лучше спросить Как тебя лучше показать Потому что, ну Если вы приходите ко мне Не надо мне давать какие-то ремарки Я сама знаю, как это сделать лучше Потому что есть мое видение Как привести вас к тому Что вам необходимо И вот этого мастерства Вот этого напора Мне очень часто не хватает Я люблю, обожаю официантов Которые могут мне посоветовать Вкусное блюдо Вот исходя из тех потребностей Которые я им там заявила Да? Я это, это не люблю Это люблю И когда он мне приносит блюдо И я понимаю, что это самое вкусное на свете Я готова его расцеловать А не потому что Я ему говорю Ну вот это не надо Это не надо Он мне в итоге что-то сделал И я говорю Фу, бурда Вот проявляй себя больше И я очень хочу тебя увидеть в этом проекте Вот прям увидеть тебя Увидеть те вещи Которые ты будешь отстаивать Которые ты заставишь их сделать Которые ты прочувствуешь Которые ты поймешь Что им необходимо И что таким образом будут лучше чувствовать себя их клиенты Что это будет модно Это будет, это будет офигенно Вот будет так, чтобы человек приходил туда И ему было очень круто Возможно, будет некоторым клиентам дико Типа, боже, я такого никогда не видел Это же, вот не делай ничего привычного и обыденного Вот мне кажется, вот это самое плохое Когда мы заходим и видим то, что мы ожидали Вот классно, когда ты видишь то, что ты вообще не ожидал Вот если не представлял, что так будет И проходит время, клиент начинает тебя за это обожать еще больше Насколько я знаю, тоже на Западе Если правильный, ну скажем, не правильный, а с именем дизайнер Он вообще клиента, клиента вообще ничего не спрашивает То есть у него уже, у дизайнера есть имя И если априори клиент этого дизайнера нанимает То все То есть ему, как бы, он соглашается с тем Что этот дизайнер уже делает И клиент туда не вмешивается Потому что он даже не позволяет вмешиваться клиенту Потому что дизайнер, у него имя Он за свою работу отвечает И он только себя туда вкладывает Это работа в долгую Но для того, чтобы она в долгую сработала Ей нужно заниматься здесь и сейчас Поэтому здорово, наверное, что у тебя сейчас есть возможность Что работает команда, они что-то там делают Но твоя вся фокусировка энергии Должна быть сейчас направлена на поиск себя На реализацию себя Может быть, один проект окажется не очень удачным Второй не так выстрелить Но если ты не будешь истать пробовать, экспериментировать И больше махать кистью, понимаешь Стремясь себя найти А не просто оставить там довольным клиента То ничего не получится Нету такого понимания, как бесплатно Не считайте никогда, что вы что-то кому-то даете бесплатно Нет Вы должны делать равноценный, качественный, хороший обмен Если вы кому-то даете что-то за рекламу То вы даете не бесплатно Вы даете за то, что человек Тратит достаточное количество времени, энергии, сил И скорее всего денег Для того, чтобы быть интересным определенной аудитории Собирать ее вокруг себя, держать И он готов этой аудитории поделиться с вами Взамен на то, что ему нужно Вот называйте вещи своими именами И тогда вы не будете чувствовать себя обманутыми И помните об очень важной вещи Что существует два момента Первое, это то, как вас порекомендовали И второе, это то, как люди Которых порекомендовали Вот я вас порекомендовала Но люди переходят к вам на какие-то страницы На ваши сайты, на ваши страницы в инстаграм И они дальше что-то видят И вот то, каким они видят ваш бренд То, каким они видят вашу страницу Дальше и влияет на количество подписок Продаж и прочих вещей Я имею, например, статистику В своих разных социальных сетях И всегда отслеживаю Если я кого-то где-то указала Сколько переходов там было Так вот, что интересно Я отслеживаю, что, например, переходов может быть 500 А подписок может быть 50 Это говорит о том, что, скорее всего Да, есть какая-то часть людей Которым просто это неинтересно Они перешли там из интереса посмотреть Не более того Но есть и вторая часть людей Которые, возможно, бы на вас подписались Но вы выглядите не слишком презентабельно У вас нету какого-то интересного предложения Возможно, ваш пост последний Был запощен там 100 лет назад Поэтому обращайте на это внимание И помните, что ответственность Вот этого партнерства Результата его Лежит как на одной Так и на второй стороне И даже если вы платите за что-то деньги А такое тоже частенько бывает Когда люди за что-то платят деньги А потом говорят Я не получил ожидаемого эффекта Не получил, потому что изначально Не изучил ту аудиторию, на которую ты это отдаешь И не изучил, потому что не подготовил свое предложение У меня бывали такие случаи Когда люди давали какие-то рекламные предложения В фейсбук И я видела, что это ну просто Там вообще ничего не понятно Я задавала человеку вопрос Вы точно хотите, чтобы мы это публиковали? Да, слово в слово И, к сожалению, естественно Эффект был разочарования И в этот момент всегда разочаровываются Вот, как правило, в блогерах Лидерах мнений, да, как ни назовите Поэтому помните, что главная ответственность Всегда лежит на вас Подходите к этому с умом И вы увидите, что у вас будет происходить Все гораздо продуктивнее Ты через свой только рост сможешь свою команду дороже продавать Пока вот ты сама не вырастешь И твоя команда Ты не продашь дороже Поэтому не бойся ошибиться Не бойся сделать что-то не то Бойся как раз вот делать то Вот так то, что это скучно, приторно И это уже и хочется вычеркнуть Мы сейчас находимся в Липках Здесь в одни из самых дорогих квартир в Киеве Ну, по крайней мере, пока что Пока не достроились там более модные дома Мы с Сергеем здесь и снимали квартиры И ходили, смотрели очень много съемных квартир Особенно в тот момент, когда мы ждали уже, как заселиться в свою Я уже была в положении Мы хотели сюда переехать И мы просмотрели огромное количество квартир под сдачу Ты знаешь, мы заходили Здесь в среднем квадратный метр стоит 3000 долларов Квартира средняя тут где-то от 70 квадратных метров Ну, плюс с ремонтом То есть считайте, что средняя квартира здесь стоит полмиллиона долларов С ремонтом, да С ремонтом, но это средненькая такая, небольшая Ну, относительно Так вот, я еще хочу сказать, что мы заходили здесь в квартиры И просто открывали рты От того ужаса, который мы здесь видели Дизайнерского и недизайнерского То есть просто это представить себе, знаете, Мерседес Который разукрашен, я не знаю, там, говном каким-то То есть мы видели такие вещи Начиная от того, что что-то страшно дорого Знаешь, стиль Версачи И ты просто заходишь и падаешь Потому что все в золоте в каком-то Ну, просто какая-то бескусица абсолютно Заканчивая тем, что я здесь видела умывальники С рынка Юность по 30 долларов, клянусь И рядом деревянные кровати Ну, то есть просто кошмар какой-то И видели здесь супер дизайнерские разработки От которых ты заходил И ты просто понимал, что стоит денег Ну, это такое просто кошмарище Вот я к чему это все говорю Потому что дизайнеры сегодня себя называют Каждый, ну, кому не лень, да Типа, одна из легких профессий Как организаторы Можно курсы закончить, да Как операторы тоже там к нам приходят К камеру наоборот держат Я тебе Нет, Леша у нас хороший Вот, но вот этого вкусности Вот этого стильного, классного И по-настоящему вот такого, знаешь Удачной смелости Мы видим очень мало А все потому, что я думаю Люди или хотят понравиться Или не хотят заморачиваться Или просто приезжают из полкоза Поэтому нам нужны хорошие дизайнеры Я уверена, что раз ты задаешься этим вопросом А не просто клепаешь Ты хороший дизайнер Поэтому ищи себя и выражай себя сейчас смелее И вот я хочу, надеюсь, увидеть тот проект В котором ты сейчас в поиске себя находишься Я думаю, это будет интересно И мне особенно сейчас интересно все-таки посмотреть Что получится для Люды Ну, учти, пожалуйста, вот тот момент, который я тебе сказала Мне очень хочется, чтобы мы увидели нечто смелое Чтобы у Люды поднялись волосы Вот, она сказала нет Она сказала, бежим от этого дизайнера Да, бежим от этого дизайнера Но мы это сделаем А потом, через пару месяцев Они бы сказали, блин, как офигенно Мы просто не понимали Потому что, ну, клиент Ну, как правило, сначала не понимает это Вот То есть ты его воспитываешь Не делай им провинцию Не делай им такой интерьер В котором им сейчас будет удобно Сделаем такой интерьер В который клиенты будут влюблены Ну, такой, чтобы, знаешь В столице бы люди сказали Вау, это круто Да, да Тогда весь Мариуполь к ним сбежит со столицы А к тебе сбегутся все остальные Да, да, к тебе пленят Но мы будем продавать дорого Не надейтесь Или вам, правильно? Да Вот, потому что Татьяна Зайцева Это дорого Запомните Это крутой бренд Начинайте приучаться к этому Договорились? Тогда мы с тобой вступаем в этот процесс сейчас И твоя внутренняя работа И твоя внутренняя работа, она должна идти К сожалению, она не происходит быстро Но самое главное, что у тебя есть эта цель Ок Ок Все, прошу Идемте пить коктейли Пошли Знаете, честно говоря, мне после программы Многих из наших предпринимателей Да ладно, всех Хочется обнять Обнять и пожалеть их Потому что складывается у меня такое впечатление Что все представляли, что здесь будет легче Что как-то все само по себе будет у нас получаться Что проблемы будут решаться Но видите, как я уже говорила Чудес вот таких не бывает И все равно мы можем порекомендовать вам Мы можем создать вам план Мы можем вас замотивировать Но мы не можем за вас сделать И делать все равно приходится вам И порой, как сегодня, работу нужно производить Такую непростую К сожалению, бренды Это не то, что взращивается очень быстро Своё имя нужно заработать И для этого нужно потрудиться И порой даже не один год Но очень важно при этом иметь такую цель Помнить, для чего ты работаешь Потому что когда на тебя сыпется много работы Когда ты делаешь какие-то непонятно какие проекты Ты не понимаешь, почему ты не становишься брендом А когда ты знаешь, что тебе нужно сделать имя Ты помнишь, кем ты хочешь стать Ты уже умеешь фильтровать и понимать Где твоя главная цель На что тебе нужно Обязательно на чём сконцентрироваться необходимо И вот этот момент Когда каждое действие в своей жизни Ты думаешь А вот тот Таня Зайцева бренд И Таня Зайцева, которая есть сегодня Та Оля Ермилова бренд Она бы это сделала? Я каждый раз задаю себе этот вопрос Когда стою перед выбором Заработать денег или быть честной со своей аудиторией Сделать быстро и опять что-нибудь сварганить Или пойти по тому пути, который позволит мне самой уважать моё имя Это важно Я очень жду нашей с вами встречи 16 августа Зажигалка пати Я уже скоро перестану вам о ней говорить Потому что она состоится Но непременно Приходите туда Потому что там для вас будет новый взрыв эмоций Яркий, безбашенный Возможно, после этого вы даже не сможете спать А может быть даже есть Ну ничего страшного, похудеете Но пропустить этого точно нельзя Не забывайте о том, что на наш канал Можно и нужно подписываться Во-первых, потому что мы классные Во-вторых, потому что совсем скоро, уже с осени У нас начнется новый сезон нашего бизнес-шоу И поверьте, мы приготовили для вас нечто особенное Того, чего вы от нас никак не ожидали Мы тот канал, где о бизнесе говорят правду Мы те люди, которые рассказывают не то, о чем они прочитали в книгах А то, что мы прожили, пережили и переживаем каждый день Так что оставайтесь с нами И дальше будет только интереснее Не забывайте поставить нам лайк И оставить комментарий, чтобы мы могли стать еще лучше Пока!